МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Красногринского района встретились с Николаем Меркушкиным, что волнует жителей в нашем сюжете. В Самару из корейского Тханьона вернулись артисты муниципального театра «Задумка». Они приняли участие в фестивале русско-корейской дружбы. Сцены из фильма «Экипаж» в режиме реального времени. В аэропорту Курумыч сегодня было жарко. Там прошли учения пожарных по спасению экипажа. На низком старте в 11 городах России одновременно стартует отборочное интервью с волонтерами, которые будут работать на чемпионате мира по футболу. Операция прошла успешно. В аэропорту Курумыч состоялись межведомственные учения поиска спасения людей после авиакатастрофы. Здесь находится координационный центр поиска всего Приволжского округа. Такие внеплановые учения проходят сейчас во всех регионах страны. Это связано с тем, что были допущены неточности в координации поисково-спасательной операции во время крушения самолета в Красноярском крае зимой этого года. Эксклюзивный репортаж Марина Матвишиной. Самолет МиГ-31 терпит крушение. Экипаж два пилота доложил об отказе управления и катапультирования. Место бедствия неизвестно. Но сработали аварийные маяки на судне. Это легенда, по которой проходят учения в аэропорте Курумыч. Участие в них принимают представители всех аэропортов ПФО, спасатели, МЧС и военные. Оттачивают процесс поиска и спасения людей, а также координационную работу всех служб. У нас на борту каждого водошного судна стоит на время спасательный маячок. При авиационном происшествии он срабатывает, и именно по этому маяку мы его и ищем. В самолет рано или поздно он всегда находит. На все поисковые мероприятия отводится определенное количество времени. Если уложимся во все временные рамки, значит оценка будет выставлена самая наивысшая. На радиосигнал отправляется спасательный самолет. С него парашютисты спускаются на место бедствия. Оказывают первую помощь пострадавшим. Исполняющие эти роли обычно шутят, чтобы не было страшно. Как вы чувствуете? Позовите она! Я хочу исповедаться! Одновременно парашютисты сообщают точные координаты для наземной службы спасения. Она должна прибыть сюда как можно скорее. На месте разворачивают палатку, пункт ЧАЭС. Вся работа идет слаженно, как часовой механизм. Все данные истекаются в центр поиска и спасания. Это мозг всей операции. На мониторах видны все передвижения спасателей. А также сюда поступают фотографии с места бедствия. Именно здесь происходит анализ ситуации и принимаются решения. Образовывается на экране точка, если есть координаты. И вокруг нее сразу может ставиться палетка поиска. То есть сразу расставляется палетка поиска. И уже смена знает место происшествия, знает примерно район, что самое важное. И эти данные можно скинуть на... В каждой базе есть планшет. На этот планшет и уже когда спасатели бегут на самолет, они пока готовятся к вылету, у них на этом планшете уже место бедствия, район бедствия. То есть они взлетают не слепые, а уже знают, куда конкретно лететь. Уже командир экипажа отрабатывает туда маршрут. Такие межведомственные учения с участием служб всего региона проходят регулярно раз в год. Между ними спасатели аэропорта Курумыч не сидят без дела и поддерживают форму регулярно. Учения с пожарно-спасательными расчетами мы проводим еженедельно. У нас по плану по понедельникам. Это то, что вы видели. Тушение отрабатываем, эвакуацию пассажиров, прибытие в квадрат. Большие комплексные учения у нас проходят раз в год. И с аварийно-спасательной командой предприятия мы собираемся с каждой сменой раз в квартал. У нас вся жизнь в учениях. Поэтому мы лучше постоянно тренироваться. И этот самолет Ту-134 самый страдающий в аэропорте Курумыч. Если раньше он, как и все, перевозил пассажиров, то теперь стоит на службе у спасателей. И чего они с ним только не делают. И поджигают, и задымляют, и поднимают, а также эвакуируют оттуда пострадавших пассажиров. Марина Матвеевична, Василий Колдашов. События. Качество снимков самарского спутника АЭС-2Д оправдало все ожидания. Сейчас проходит летное испытание аппарата, который отправили на орбиту в первую пусковую компанию с космодрома Восточный. Спутник подтвердил свои высокие технические характеристики. Специалисты уверяют, самарский АЭС-2Д по показателям опережает многих российских конкурентов. Как выглядит сеанс приема информации из космоса, увидела Валерия Макарова. АЭС-2Д – гордость самарских инженеров. Спутник, созданный учеными РКЦ «Прогресс» и Университета имени Королева. Это первый аппарат дистанционного зондирования Земли, который не только спроектирован и собран в Самаре, но и наши же специалисты ведут спутник по его орбите и проводят сеансы связи. Но если не на крыше мира, то точно можно сказать, что мы находимся на крыше прогресса. Сзади меня сфера, а внутри нее антенна, которая принимает сигнал из космоса. Внизу специалисты этот сигнал расшифровывают, чтобы увидеть Землю такой, какой ее видит наш самарский АЭС-2Д. В комплекс обработки поступает Рафаэл. Рафаэл представляет собой некую такую структуру букв, цифр, знаков, которые структурированы в столбце и в строке. И на первый взгляд обычному обывателю непонятно, что это такое. Все это начинает преобразовываться в видеоданные, одновременно формируется телеметрия. Телеметрическая информация подтверждает. АЭС-2Д надежды своих создателей оправдывает. И прежде всего это касается оптико-электронной аппаратуры «Аврора». Это фактически комплекс, через который ребята, операторы, в основном молодые ребята, мог заниматься съемкой земной поверхности. Их можно сравнить с фотографами, у которых на вооружении очень хорошая и дорогая техника. В сутки АЭС может снимать более 80 тысяч квадратных метров земной поверхности. Это как две Швейцарии. Причем для аппарата это не предел, уверены специалисты. Свой первый снимок комплекс сделал 11 мая и с тех пор отснял больше 3 миллионов квадратных километров земной поверхности. Высокое качество кадров не может не радовать специалистов, ведь это значит, что все конструкторские и технические решения были верными. Аппарат действительно сейчас прилично работает. У него высокие качественные характеристики для своего класса. И все блоки и устройства работают нормально. И мы постоянно получаем информацию с этого космического аппарата. При их характеристике разрешения порядка двух метров из полосой захвата, таких аналогов, ну и даже не то, что в нашей стране, в общем-то они конкурентно способны и с западными спутниками. Для прогресса АЭС-2Д первенец в нише малых аппаратов дистанционного зондирования Земли. Он позволит делать недорогие, но качественные изображения земной поверхности в различных диапазонах. Возможностями АЭС-то уже заинтересовались в МЧС России и госцентре природы, где занимаются картами и планами городов. За время испытаний спутник отснял уже почти весь мир. Ну а над родной Самарой АЭС-2Д пролетает каждую неделю. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. 90 тысяч жителей, почти 150 квадратных километров, промышленные предприятия. Красная Глинка, Жемчужина, Самары. Району есть чем гордиться, но и проблем немало. Нехватка места в детских садах, водовод, ливневки и многое другое. На встрече с Николаем Меркушкиным жители, которым не все равно, смогли задать вопросы и получить на них ответы. Наш корреспондент расскажет подробнее. В зале Дома культуры «Чайка» нет свободного места. На встречу с Николаем Меркушкиным активисты Красной Глинки пришли со своими вопросами, пожеланиями и предложениями. Так и аэропорт Курумыч, новый терминал которого был открыт в прошлом году, заслуживает особого внимания. В следующем году аэропорт Курумыч, красавец, он сегодня в фильме тоже был, исполняется 60 лет со дня образования. Это один из немногих аэропортов, который в новой стране строился на уместник. Давайте день рождения нашего аэропорта, воздушной столицы, губернии, сделаем общенародным праздником. Говорили жители Красноглинского района и о проблемах, которые необходимо решить в ближайшее время. Это и качество воды в управленческом, и строительство ливневой канализации. Волнует жителей скорейшее завершение капитального ремонта Дома культуры «Октябрь». Долго Дом культуры «Октябрь» передавался с баланса на баланс, и пожарная сигнализация была запущена. А посему решением районного суда он закрыт. Теперь нужно отремонтировать Крулю, запустите пожарную сигнализацию, и пусть Дом культуры функционирует и ремонтируется. А по поводу обновленного ДК «Сатурн» звучали слова благодарности. Много лет жители ждали ремонта, но решился вопрос только в последние годы. В центре внимания, перспективы развития региона, в Самарской области произошли значительные перемены. Строятся дороги, спортивные объекты, школы и детские сады, доступное жилье. Много сделано при поддержке федеральной власти. Чтобы позитивные преобразования продолжались, необходима поддержка всего общества, единение людей. Сегодня все политологи считают, что выборы этого года, эти выборы, которые будут 18 сентября, они будут самые сложные, самые ответственные, самые важные. Мы должны этот барьер пройти с вами так, чтобы потом можно было друг другу на самом деле и в лицо говорить все, что мы хотим сказать, чего хотим просить, чего хотим потребовать. Десятки вопросов задали на встрече жители Красноглинского района, передали сотни письменных обращений. Каждая будет рассмотрена и отправлена на отработку. У Марины Кравцова, Мариана Мирная, Максим Гусев, события. Прогресс наметился для опорного вуза региона. Самарский технический университет сделал большой шаг вперед, объединившись с архитектурно-строительным вузом. Об этом говорил Николай Меркушкин, студентом САМГТУ. Какие еще вопросы обсуждались на встрече, знает Андрей Горгуленко. Самара станет привлекательнее для абитуриентов из других регионов. Правительство области рассмотрит возможность 50-процентной компенсации проезда для иногородних студентов. Может, если мы так сделаем, еще больше к нам приедут. Спасибо. А мы в этом заинтересованы. Вовсю заинтересованы. Поэтому посмотрим. Может, не все поездки, а в год несколько поездок. Ну, там где каникулы или еще что-то, там праздники длинные. Вопросы у студентов были самые разнообразные. Говорили о необходимости поддержки баскетбольной команды и КВН-движения. Политеховцы также затронули вопрос о благоустройстве города, а в частности улицы Молодогвардейской, на которой располагается множество корпусов нового объединенного вуза. Хотелось бы выразить вам огромную благодарность за благоустройство нашего города и за строительство дорог. Планируете ли вы проводить комплексное благоустройство улицы Молодогвардейской? Планируем. И планируем, там уже рассматривались проекты. Более того, на этот год уже выделены деньги. И будем продолжим от фасада до фасада. Улицу эту полностью будем делать. Николай Меркушкин обратил внимание молодых людей на социально-экономическую ситуацию в регионе и политическую ситуацию на мировой арене. Он уверен, молодежи очень важно разбираться в происходящем, чтобы ориентироваться в постоянно меняющемся мире. Андрей Горгуленко. События. Разговор о достижениях. Глава Самары Олег Фурсов провел встречу с представителями ТОСов всех районов города. Крупнейшие инфраструктурные проекты, система ЖКХ и реформа местного самоуправления. Это только некоторые темы, которые успели обсудить за два часа общения. Подробности у Ларисы Шалафаст. На встрече руководителей ТОСов с главой города говорили о том, что сделано за последние пару лет. Положительные изменения есть в сфере благоустройства. Жители начали активно участвовать в украшении своих дворов. В этом году самарцы присоединились и к общегородской уборке. И общими силами навели порядок на улицах, в парках и скверах. Организовать такую масштабную работу помогали ТОСы. Взаимодействие с жителями идет в непрерывном режиме и сейчас. Каждую неделю у нас проводится заседание совета ТОС с привлечением, приглашением туда председателей советов домов, председателей СМКД. Мы внимательно выслушиваем обращения всех жителей. До нас доводят все чаяния, все вопросы, все проблемы территории. Практически, ну вот я как председатель ТОС и члены нашего общественного совета и члены СМКД знают проблему каждого дома. Мэр рассказал участникам встречи о масштабных проектах, которые уже реализованы и еще планируются в Самаре. Усиленными темпами идет строительство жилья. По итогам прошлого года по этому показателю город стал лидером в Приволжском федеральном округе. Возводятся новые школы и детские сады, спортивные объекты. Продолжается ремонт дорог. Самара меняется не только внешне. Проведена масштабная реформа местного самоуправления, в результате которой внутригородские районы получили самостоятельность. У нас районные администрации стали самостоятельными. Мы получили районные советы и получили полноценную исполнительную власть в каждом районе. Районы стали юридически, финансово самостоятельны. Это значит, что у них есть свой собственный бюджет, свои источники формирования бюджета. И они могут оперативно реагировать на большинство проблем, которые волнуют население. После встречи с главой города председатели ТОСов проведут встречи с жителями, чтобы рассказать о преобразованиях, которые происходят в Самаре. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. В правила застройки и землепользования внесут изменения. В Самаре завершился очередной этап публичных слушаний. В департамент градостроительства поступило около 20 обращений от жителей и организаций. Больше всего люди беспокоятся о рекреационных зонах. Это парки, скверы и природные ландшафты. По правилам застройки и землепользования там могут находиться объекты потребительского рынка, не стационарные. А если участок ранее был в собственности, тогда строение может быть стационарным. Сейчас получить участок в рекреационной зоне в собственность нельзя. Можно только взять в аренду. Значит, и капитальные застройки там проводиться не может. Что возможно было строить ранее, то возможно будет строить и сейчас только при получении спецсогласований. Как это и раньше тоже было предусмотрено. Иных видов пользования этих земельных участок, находящихся в рекреационных зонах, не предусматривается. Замена понятий устаревших на новые понятия. В правилах 2001 года были отражены кафе, то есть сейчас пункты общественного питания, рестораны. Если раньше были спортивные площадки, то сейчас объекты, относящиеся к спорту. Заключение по результатам слушаний будет опубликовано 10 сентября. Окончательное решение примет Городская дума. Далее новости с финансовых рынков. Слово нашему обозревателю Ларисе Шалафаст. Здравствуйте. Мировые цены на нефть продолжают рост на фоне новостей о готовности ряда стран-производителей черного золота к возможной заморозке уровня добычи. Сегодня за один баррель марки «Брэн» дают 47 долларов 50 центов. Доллар продолжает медленное снижение. Сегодня на 8 августа Центробанк установил курс американской валюты на отметке 64 рубля 38 копеек, евро 72 рубля 40 копеек. Золото стоит 2772 рубля, серебро 40 рублей 85 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 67 рублей, дороже всего продать за 62 рубля 59 копеек. В России официально заработал навигатор бизнеса. Теперь с помощью сайта можно найти, где будет востребован тот или иной вид коммерции. Автоваз увеличил продажи в России по итогам месяца почти на 4%. А авиакомпания «Финейр» временно отменила рейсы из Самары в Хельсинки. В компании, говорят, не хватает летных экипажей. И возобновить полеты обещают в конце октября. На этом все. Удачи в делах! 145 тысяч пачек контрафактных табачных изделий не дошли до потребителя. Подделку обнаружили самарские полицейские в одном из гаражей на улице Новосадовой, где осуществлялась продажа. По данным силовиков, на упаковках не было соответствующих маркировок, подтверждающих качество продукции. Силовики задержали 35-летнего мужчину, который продавал контрафакт. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время сотрудниками Управления экономической безопасности проводятся мероприятия, направленные на пресечение сбыта немаркированной табачной продукции, а также выявление каналов поступления данной продукции в Самарскую область. Самара и Днепропетровск больше не партнеры. На Украине принято решение разорвать побратимские отношения между городами. Также прекратилось сотрудничество с Красноярском и Улан-Удэ. С инициативой завершить партнерство в одностороннем порядке выступил Горсовет Днепропетровска, в начале июня переименованного в Днепр. Самара не первый город, попавший в немилость украинских властей. В начале февраля мэр Ивана Франковска разорвал отношения с Серпуховым и Сургутом, а в мае Киев расторг договор о побратимстве с Москвой. Побывали на краю света, а заодно укрепили российско-корейскую дружбу. Юные артисты детского театра «Задумка» и дуэт «Балалайк» вернулись из города побратима Самары, корейского Тханьона. Там проходил и музыкальный фестиваль. Впечатлениями от путешествия ребята поделились с Ларисой Шалафаст. Корейских зрителей Василиса Авдонина на фестивале удивляла русскими народными песнями. Признается, выступать было волнительно и очень ответственно. Самарская делегация посетила город побратим Тханьон впервые. К фестивалю готовилась тщательно, подбирая репертуар. У меня в основном были две подвижные песни. Одна была «Россия». Я все-таки настояла на том, чтобы поставить такую более душевную песню, чтобы все-таки показать, что в России не только у нас такие веселые народные песни, все-таки у нас есть еще и такая душа. Надеюсь, они почувствовали. Я и пыталась им излить свою душу. Фестиваль посвящен великому морскому сражению Прихан Сандо, которое повернуло ход истории и не позволило Японии уничтожить флот Кореи. Самарские творческие коллективы приняли участие в трех концертах. Им удалось не только пообщаться с корейскими исполнителями, но и рассказать об истории русских народных песен. Когда Василиса наша пела «Дорога длинную», к нам подошли и сказали, что это французская песня, потому что они ее знают и любят, и она как бы у них там известна настолько, но они ее знают как французскую. И когда мы им сказали, что нет, это вот русская, то они даже объявили об этом на самом фестивале. И корейцы немножко загудели, и как-то так восприняли очень. Для их неожиданность была, что это русская музыка. Участники самарских творческих коллективов побывали на приеме у мэра города Тханьон. Местные власти высоко оценили мастерство юных артистов. В свободное от концертов время ребята гуляли по городу и остались под большим впечатлением. Концерт-холл – это филармония корейская. Это вообще для меня такой восторг. Там, во-первых, зал шикарный, большой, вообще очень красиво. И очень… Да, мы были в храме Будды, там все так красиво, там все зеленое, там очень много растительности. Организаторы пригласили самарцев принять участие и в следующем корейском фестивале. Юные артисты задумки надеются выступить в Корее не только с вокальными, но и с хореографическими номерами. Лариса Шалафас, Сергей Баскин, События. Сто тысяч россиян хотят быть волонтерами на чемпионате мира по футболу. Среди них две с половиной тысячи самарцев. Столько заявок поступило в Оргкомитет России 2018. Сегодня во всех городах, принимающих Мундиаль, стартовал этап персональных собеседований. С первыми кандидатами, прошедшими два отборочных этапа, пообщался Андрей Горгуленко. Сегодня у Дмитрия Батищева большое событие в жизни. Он кандидат волонтера на чемпионат мира по футболу. И одним из первых пройдет собеседование. Волонтерский опыт у Дмитрия колоссальный. И он стремится еще больше расширить географию своих знакомств. Я уже участвовал в универсиаде в 13-м году в Казани, в тестовых соревнованиях в Сочи, в олимпийских и паралимпийских играх. Хочу познакомиться еще с людьми, пообщаться с иностранцами, познакомиться, пообщаться. Собеседование для кандидатов-волонтера сегодня стартует во всех 11 городах-организаторах чемпионата мира. Это третий и самый сложный этап отбора претендентов. Итоговый список из 1300 человек опубликуют в марте 2018 года. Чтобы в него попасть, именно на индивидуальном интервью нужно показать все свои плюсы. Здесь мы им задаем вопросы по семи компетенциям, расспрашиваем об их волонтерском опыте, любом другом опыте. И позднее будем принимать решение о их найме в качестве волонтеров на чемпионат мира. Собеседование проводят члены волонтерского центра, которые прошли курс специальной подготовки в Москве. Для будущих рекрутеров выделили удобное время, чтобы не отрывать студентов от учебного процесса. Ребят готовили конкретно к общению с кандидатами, помогали выявить компетенции, такие как стрессоустойчивость работы с общественностью, помогали выявить лидерские качества и так далее. Стать волонтером на чемпионате мира по футболу может любой желающий. Для этого до конца 2016 года нужно заполнить заявку на сайте ru.fifa.com в разделе «Волонтеры». Пройти онлайн-тестирование и в случае успеха вас пригласят на индивидуальное собеседование. Интервью с кандидатами будут проводиться до последнего претендента. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Баскетбольная Самара стала еще сильнее. В основной состав команды попал гигант 2-10 ростом Алексей Жуканенко. В межсезонье за центральным нападающим охотились многие клубы не только Суперлиги, но и высшего дивизиона чемпионата страны – Единой лиги. Прошлый сезон Жуканенко защищал цвета Астаны в чемпионатах Казахстана и ВТБ. Поиграл и за Кубок Европы. Игрок очень сильный и опытный. И в нашей молодой команде он будет как раз кстати. С трудом верится, что этот игрок оказался у нас. Это один из сильнейших центровых страны. Это безусловно. И приятно, что у него самого было очень большое желание именно прийти к нам. Баскет-клуб «Самара» в предстоящем сезоне рисует перед собой глобальные перспективы выиграть титул чемпиона Суперлиги или как минимум стать призером и завоевать Кубок России. Для решения этих задач руководство команды собрало под свои знамена лучших своих воспитанников. А в данный момент они лучшие игроки российского баскетбола. Будем стараться вернуться обратно в ВТБ с БК «Самарой». Мы тренируемся, наигрываем связи. Сезон покажет. 30-летний центровой «Самара» вернулся в родной клуб не с пустыми руками. Жуканенко – серебряный призер чемпионатов России и Казахстана, обладатель Кубка России и Европы, участник чемпионата мира. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»